Популярность дагестанского холодного оружия в странах СНГ и за рубежом набирает обороты. Особенно востребовано оказывается восстановление холодного оружия, оставшегося от далеких предков. Шапи Курбанов, потомственный реставратор, отдал этому делу немало лет жизни. О том, как кинжалы, рукояти, ножи и сабли 18-х и 19-х веков обретают первозданный лоск, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Меняются времена, но на узорах кавказских кинжалов, по словам оружейников, заключена история народа. Потомственный реставратор Шапи Курбанов тщательно восстанавливает оружие горцев. Больше всего заказов дагестанскому мастеру поступают из Санкт-Петербурга и Москвы. Популярность его растет и в других странах СНГ. Однако реставратор берет не каждый клинок. Если это, например, дилер, который перепродает, я стараюсь, в принципе, реставрацию не делать по определенным единическим соображениям, потому что дилерам нужно, во-первых, чтобы это было все очень дешево сделано, во-вторых, они иногда хотят, чтобы предмет был особо ценным, стал вдруг. А я этого не делаю, поэтому я стараюсь брать только работы из частных коллекций, серьезных коллекционеров. Вот этот кинжал – аварского мастера, и датирован он 19 веком. Выполнен кинжал полностью из серебра и даже имеет подкинжальный ножичек. Важно не только обновить стальной клинок, но и заменить ножны, которые делают строго из липы. Как правило, в дереве появляется грибок, из-за которого оружие ржавеет. Чтобы знать такие тонкости, каждому начинающему реставратору Шапи Курбанов в начале пути все же советуют иметь наставника, на которого стоит равняться. Знания я получил от своего деда. Это был мой наставник. У меня есть еще один наставник. Это человек, ее зовут Эмма Григорьевна, фамилия Асфаса Туриан. Это очень известная фамилия. Она написала несколько книг про кавказское оружие. Мы с нею дружим. В свободное от работы время мастер занимается лепкой из пластилина и пишет картины маслом. Именно так, ожидая новые необычные заказы, он набирается сил и черпает вдохновение.